Куда я еду сейчас? Кайфовать! Когда у тебя сломалась машина, у тебя просто каждый день разные водители, разные автомобили. Так прикольно, каждый день что-то новенькое. Прогноз погоды. В Москве наконец-то жара-жарень. Это очень круто. Вообще обещали, кстати, что лето будет аномально жарким. Это не очень хорошо в целом для природы, потому что я была сейчас в Екатеринбурге, в Омске, там вообще под 40. И аномально жара этого вообще никогда не есть хорошо. Будем надеяться, что этим летом нам будет всем спокойно и комфортно. Но в Москве тепло, и это не может не радовать. А куда я сейчас еду, вы сейчас просто за меня порадуетесь. Наконец-то я доехала. Сейчас вам все покажу. Мастер. Всем привет. Баня, курная изба. Та самая деревенская баня. Раньше в деревнях курные избы назывались баней, которые топились по черному. Мы практически делаем так же. Немножко подымливаем в нашу парную. Сегодня будет очень вкусная, крутейшая парная с духмянным деревенским паром. Боже, и сегодня я одна, заметьте. Посмотрите. Чаечек. Вареница. Послушайте, какой звук. И это все находится в Москве, вы понимаете? Но атмосфера, как будто вы у бабушки в деревне. Все сегодня для тебя, все. Все для меня. Ой, тут раздевалка, тут все. Сравни комнату, чтобы отдать. Ну и спасло. Класс. Ну все, я переодеваться и к вам. Управляющий морхит. У нас есть лед, у нас есть слайм. Нет, а что это? Это вот я буду туда погружаться? Да. Я могу рассказать, но это будет очень-очень круто. Обалдеть. Купелька такая меня ждет. Это горячая, да? Да, это горячая купель, но самое главное и интересное сейчас это вот будет вам тут. Вот тут вот? Да, вот тут. Это называется сибирская мохито. Полторы тонны мохито. Это Ольга Игоревна. Обалдеть. Вам будет холодно, вам будет кайфово, лаймово, мятно и очень вкусно. Ну я уже готова. У меня уже был первый заходик. Щечки красненькие. Я поставила задачу для идеолога лимфодренажное варение, потому что очень много воды задержалось в организме, и у меня такое ощущение, что я просто какая-то, какой-то колобок. Есть банька для того, чтобы потусить, поболтать, увидеться с подружками, поесть раков. Такую баньку я тоже люблю. А вообще баня – это для здоровья. Поэтому сегодня я парюсь одна. Послушайте, какой звук. Просто даже и не скажешь, что ты в Москве. Кстати, во время парения нужно всегда пить боржоми, потому что потом выходит соль, и нужно восполнять сольбой баланс. Паш, неприятель, спасибо тебе большое, что ты мне вчера написал. Пашка, мне печь тольчик. Вижу твой график. Как ты вообще? Если будет времечко, заезжай к нам в Сибирь. Мы тебя приведем в чувство. Просто это так сейчас мне необходимо. Просто. Паш. Мне сейчас все пишут, что «А что, ты одна?» Да, мои хорошие, я часто одна. Цельному и полноценному человеку никогда не бывает скучно с самим собой. И задача моя сегодня была как раз-таки побыть одной и полностью отдаться в руки мастера-идеолога, прогнать лимфу, привести с себя, свое тело, свой организм в чувства. Так что, да, я одна, у меня по кайфу. Божечки. Есть видео, но это просто блаженство. Я только что сходила в холодную ледяную воду. Любимый напиток фенгуэ. Махитра. Сейчас греюсь тепленькой. Потом массажик и финальное парение. Господи, моя жизнь прекрасна. Иногда. Спасибо. Дай мне дыхание. Хорошо, дыхание. Смотри на меня, поехали. Дни, сокунаемся, быстро. Дыхание, крик, любую эмоцию. Сирень. Топалиный пух. Пока сирень цветет, прям каждый день, дышу ей. А что за жарень на улице А? И дует мне в лицо вете ротчик. Щечки розовые до сих пор. Такой у нас сегодня получился нежный образ. Макияж от Настя. Она меня красила в воскресенье на премию. Подброльную укладку в романтическом месте. Была Анечка. Сейчас покажу полный образ. С утра была жара, сейчас поднимается ветер сильный. Все сносит. Сегодня у меня кепка даже слетела. Представляете? Всем прекрасного вечера. Любви. Моя любовь ко мне опаздывает. Я могу подождать. Что я на премии и режу. Отличная память. Я не согласись, что... Это очень красиво. Ты замечал, что ярко рассказанные истории лучше запоминаются, чем сухие факты. Да, и кажется, замечательно, что есть люди, которые могут про любое историческое... На самом деле, интернет – это очень важный момент. И очень многие блогеры снимают потрясающие просто истории для нашей страны. В мире занимаются сегодня именно тем, что награждают лучшие видеопроекты этого года. Спасибо вам большое за то, что вы несете добро, любовь и позитив. Дружу, власть, любимый ладзамер. Мы только что получили премию. За проект «Наши люди». Мои люди всегда со мной. И наши люди тоже. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо тебе за то, что вы здесь живете. Спасибо тебе. Спасибо тебе, что вы всегда с нами. Я всегда с вами. Вообще максимально. Когда ездить. Как скажешь? Я всегда готов. Ольга, можно сюда? Спасибо. Это не мой. Все, можно? Мне нужно для нашей ряда сюда прямо на 5 секунд. У меня в руках телефон-полик. Спасибо. Лика Бланка, можно интервью для моих соцсетей? Конечно, вы только хеллоу даете интервью. А можно для Инстаграма Ольги Бузовой, самый популярный Инстаграм в России, прокомментировать что-нибудь? Ольга, это так приятно, такая честь, то, что вы берете мне интервью. Вот такая вот премия. Да, я тебя поздравляю. Ты молодец. Я последняя. А когда будем мы вместе получать что-нибудь? Скоро, скоро. Каменсун! Почему? Почему? . Продолжение следует...